В эфире Сенат и я, Никита Рочеловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальные интервью сенаторам смотрите прямо сейчас. Председатель Совета Республики приняла участие в совещании по международным вопросам под руководством главы государства. Участники предметно обсудили приоритеты внешней политики. Президент рассказал о двусторонних встречах во время саммита ШОС, а также поручил определить стратегию реализации договоренностей по горячим следам. Также Александр Лукашенко поручил проанализировать все аспекты обеспечения равных прав граждан в союзном государстве. В торжественной церемонии передачи «Амурского тигра» Минскому зоопарку принял участие заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. В 2023 году данная инициатива Министерства юстиции Беларуси и России была поддержана Мингоросполкомом. Сохранение популяции тигра находится под личным контролем президента России Владимира Путина. Министр юстиции России заявил, что вскоре в Минском зоопарке появится еще один питомец. Сегодня у нас в гостях член Совета Республики и первый секретарь Центрального комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи Александр Лукьянов. Лукьянов Александр Сергеевич. Родился в городе Могилеве. Окончил командный инженерный институт МЧС Беларуси. Прошел переподготовку в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Кандидат технических наук, доцент. Работал старшим инспектором сектора международного сотрудничества Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Старшим преподавателем Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Начальником отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Центра научно-исследовательской работы Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси. Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи. Награжден медалью за безупречную службу третьей степени. И, конечно, инициатива, уважаемая Наталья Ивановна Качанова и уважаемая Валентина Ивановна Матвиенко, стала востребованной, мы видим, в молодежной аудитории, но не только в наших странах. В этом году это уже 8 стран, это наши коллеги, партнеры по СНГ. Проходя по маршруту поезда памяти, а это знаковые объекты, очень много новых объектов появилось, которые, кстати, не только истории посвящены, например, в Беларуси. Ребята знакомились с крупными инновационными предприятиями, как БелАЗ, БелДЖИ. Ребята поняли, что и надо соответствовать, и быть достойными наших предков. Если они когда-то смогли объединиться, противостоять злу, то и молодежь тоже должна быть такой же сегодня. Встречали уважаемую Наталью Ивановну Качанову. Ребята в крайний день перед тем, как уже поезд отправился из Минска в День независимости в Москву, с тем, чтобы проводить ребят. Но это просто неподдельные эмоции, которые никогда в жизни ни срежиссировать, ни как-то постановочными их не сделаешь. Это слезы радости, это благодарность, и самое главное, это сформированная дружба между нашими ребятами. И хочу отдельно отметить делегацию из Республики Беларусь. Те ребята, которые прошли конкурсный отбор, я патриот своей страны. Это действительно патриоты, и это ребята, за которых не стыдно. И каждый вечер мы проводили по отрядам такие открытые беседы. Мы просто вместе садились с ребятами и обсуждали, ну что, как понравилось, что было интересно, а что, может быть, надо было где-то больше акцент сделать, или вот как сделать так, чтобы, может быть, улучшить в следующем году. Я исписывал буквально на нескольких листах эти предложения от белорусов, от русских, от армян, азербайджанцев, от всех-всех ребят. Ты спрашиваешь у ребят, а вот, наверное, есть какой-то момент, ну, не то что обидно, что в следующем году не удастся попасть, ведь вы уже вырасте из этого возраста, вы уже станете одиннадцатиклассниками, уже фактически ими стали. И вот тут уникальный Никита Святославович ответ. Мы просто рады и горды тем, что можем сделать будущее лучше и будущее этого проекта, потому что мы его любим. По-моему, вот это и есть смысл вот этого действия. Ну, а каждый день практически, уважаемая Наталья Ивановна Качанова, мониторила, как идет ситуация, все ли детки здоровы, как настроение, как питание. Это говорит о том, что руководство нашей страны, наш уважаемый президент Александр Григорьевич Лукашенко, руководство Российской Федерации, очень четко и системно отслеживает динамику развития сферы молодежной политики. Проект, безусловно, уникальный. Мы с большим интересом следили, с большой гордостью. Ну, а те участники, кто принял участие, а уже больше не сможет, ну, следует сказать только одно. Не расстраивайся, что это закончилось, радуйся, что это было. Мы даже так, Никита Славович, сказали. Это поезд памяти, маршрут которого столько начался, маршрут жизни этого поезда. И пусть вот эта первая станция станет отправной точкой на пути вашего уверенного, совместного будущего вместе с странами, государствами, нашими добрыми друзьями и соседями. Абсолютно верно, что так оно и будет. 1 августа мы отметили День белорусских студенческих отрядов. Расскажите, пожалуйста, как сегодня выстроена работа студотрядовского движения и как оно видоизменилось за последние годы? 1 августа абсолютно справедливо является Днем студотрядов. Но в известной степени это связано с тем, что именно летом ребята трудятся в различных стройках. Мы гордимся теми молодыми людьми, которые провели этот праздник на рабочих местах в том числе. И в особенности у нас была акция ударного труда на территории патриотического центра в Брестской крепости, важнейшего инфраструктурного объекта, который находится в высокой степени готовности. И мы рассчитываем на то, что удастся вместе с теми подразделениями обл. исполкома, Министерством обороны, Министерством образования завершить весь комплекс работ в этом году. И хочется отметить, что именно благодаря вот такому существенному вкладу этих ребят, молодых людей, сегодня мы можем говорить о преемственности в развитии, в сохранении как направления молодежной политики, так и отношения к истории. Даже наш национальный лидер, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, отмечал, что без школы студенческих отрядов в этапы его молодежного становления, когда он принимал участие в мелиориативных отрядах, наверное, как он отметил, он бы не был таким успешным руководителем в области агропромышленного комплекса. Надо отметить и вклад молодежи в текущую уборочную. Свыше 500 экипажей молодых комбайнеров сегодня активно трудятся, и это молодые люди, которые представляют различные предприятия. Так, к примеру, предприятия Кухчицы, Клецкого района и Алексейчик Андрей, которые уже перевезли свыше 3000 тонн, или же комбайнеры Кукриш Евгений и Жудрик Михаил, которые также произошли рекордные показатели по намолоту. Вот этот результат. У каждого из них на борту не только логотип Белорусского республиканского союза молодежи и отметка участника, но у них и государственные флаги. Иногда на этот комбайн подходишь, смотришь, вы знаете, как во времена Великой Отечественной войны на танке, когда наши красноармейцы ставили красные звездочки при ликвидации вражеской техники. Так и здесь. Каждая успешная пройденная тона, каждый успешный пройденный отрезок, для них это гордость. Причем комбайны иногда переходят, вот как это было у нас при посещении Кировского района, предприятие «Рассвет», руководителем которым является мой коллега, уважаемый Александр Иванович Багель. Подходя к комбайну, видишь, как на борту у молодого комбайнера еще предыдущих коллег заслуги. И вот она, преемственность на глазах. Вот эти ребята понимают, что я не должен быть хуже своего предшественника, я должен тоже развивать эту работу. Так и в студотрядовском движении. Важнейшим элементом является преемственность в традициях. Студотрядовские спевки, проведение слетов. И на базе Республиканского дома молодежи БРСМ прошел слет наших ветеранов, уже такой дружеский, с чаепитием, с обсуждением важных вопросов. К примеру, в этом году 50-летие строительства Байкала-Амурской магистрали, знаменитый БАМ, который сейчас Российская Федерация аж до Тихого океана простраивает. И в этих работах принимают участие сегодня наши молодежи, наши молодые люди. Развитие студенческих отрядов немысленно без надежной поддержки исполнительных органов власти и нанимателей. В прошлом году одним из лучших нанимателей у нас стал Минский тракторный завод, в проекте «Тракторостроитель». Несколько десятков тракторов сходило с конвейеров, которые были собраны практически до последнего винтика, в буквальном смысле этого слова, руками бойцов студотрядов. Ребят, есть еще практическая возможность получить дополнительную специальность. Да, это специальность рабочая, да, она может быть совсем по профилю, молодой человек может учиться на журфаке в БГУ или в юридическом факультете любого другого учреждения образования, но получить специальность сварщика лишним не будет. Перед парламентариями и депутатами стоит задача по ликвидации последствий, вызванных непогодой. Мы знаем, что к этой работе оперативно присоединились неравнодушные граждане, молодежь, волонтеры БРСМ. Расскажите, пожалуйста, какая работа уже проделана и проделывается для выполнения поручений главы государства? Прежде всего, важно отметить, что для молодых людей, которые проживают на тех территориях, которые существенно пострадали, в ходе прошедшего урагана, в первые же минуты, в первые же часы было важно поддержать тех нуждающихся людей, и просто они небезразлично вышли на улицы для того, чтобы оказать содействие. Здесь важно мобилизировать общество вокруг какой идеи. Не надо ждать, когда кто-то сейчас придет и подметет дорожку, либо откинет ветку. Если ты можешь это сделать, сделай это сам. Но не будь ты иждивенцем, это важно. И вот молодые люди, которые в первые же часы откликнулись, включились в работу оперативного штаба по ликвидации последствий катастрофы, волонтеры Доброе Сердце, этот отряд, который работает, мы проводили даже в прямые включения, с утра до вечера в Велоруссии работа, они существенно помогли. И в этой работе важно отмечать и давать обществу ориентиры, на кого стоит действительно равняться. И я, пользуясь случаем, Никита Славович, хотел бы даже несколько примеров провести. На прошедшей неделе простые студентки, девчонки, студентки Белорусского государственного университета физической культуры спасли утопающего. Это Город Кадария и Кавон Анастасия, которые, являясь студентками второго курса, принимают участие в работе в студенческих отрядах, в отряде «Матрос» вместе с нашим освод, специализированным подразделением, патрулиры акватории города Минска, спасли человека после очередного проливного урагана. Что касается Гомельской области, то мы отдельно хотели бы поблагодарить и родителей, и самого Пелевского Владислава, это, кстати, студент БНТУ, Семенчука Ивана и Говинского Анастасию. Это ребята, которые работают и трудятся и в Союзе молодежи, являются студентами, которые оперативно смогли не просто повлиять на ситуацию и помочь специализированным службам, а еще организовать другую молодежь. И это для нас, конечно, сегодня примеры. Действительно, очень здорово, что вы озвучили эти фамилии, назвали этих ребят, потому что они совершили большое дело, и на них нужно равняться ровесникам. Они как старший товарищ среди ровесников, если так можно сказать. Александр Сергеевич, большое вам спасибо за вашу работу и за наше интервью. Уважаемый Никита Славович, я тоже хочу вас поблагодарить, и поблагодарить за тот импульс, который вы придали в работе молодежного парламента в целом. Большое спасибо, Александр Сергеевич. Гостем нашей студии был член Совета Республики и первый секретарь Центрального комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи Александр Лукьянов. Актуальные новости, свежие комментарии и доступная аналитика. Еженедельно о работе Совета Республики мы рассказываем в программе «Сенат». С вами был я, Никита Рачиловский. До скорых встреч!